Почему мужчина хочет, чтобы женщина зарабатывала деньги и тем самым приносила деньги в семью, либо была источником денег в отношениях? Вот, ей нужны от меня только деньги. Она не знает, чем заняться, и поэтому ее нужно чем-то занять. Давай-ка ты найдешь работу, давай-ка ты начнешь бизнес. Главное, чтобы чем-то занималась. Пусть хотя бы работает. То есть выбирать между тем, зарабатывает она деньги или нет, так лучше пусть зарабатывает. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и в этом видео я хочу раскрыть ответы на этот важный вопрос для многих девушек и женщин. Первая причина. Пример его матери. То есть мальчик рос в какой-то реальности. Его реальность формировалась чем? Примером его семьи. Большое количество мальчиков выросли как? Они видели что? Они видели маму, которая пахала на работе. Часто отец отца не было, либо он рано уходил из семьи, либо же отец был, но он не был примером достойного мужчины. И поэтому мальчик рос в реальности, когда родитель, женщина-родитель, то есть мама, она пахала и тянула все на себе. И это как бы заложило некое понимание, что это нормально, так и должно быть. А что, может быть по-другому? Поэтому те девушки и женщины, которые прямо сейчас находятся на стадии выбора мужчины, либо в будущем вы планируете замуж выйти, либо же строить отношения, пожалуйста, обращайте внимание на то, на взаимоотношения мужчины с его матерью, и также на то, какой семейный сценарий был у этого мужчины. Это не значит, что все мы повторяем прямо на 100% семейные сценарии. Да, люди могут меняться, да, люди могут быть открыты к изменениям, тогда у них есть возможность меняться. Но при этом, если мужчина категорично говорит, что вот у меня было вот так, и я считаю, что это нормально, а для вас, например, вы понимаете, что это ненормально, тогда на этой почве могут возникать в будущем конфликты. Вторая причина, возможно, это когда женщине скучно, и она начинает пилить ему мозг. Особенно это касается женщин, которые в начале отношений они не работали, и мужчина был, в принципе, на это согласен, и, может быть, был даже за, но он увидел что? Что чем больше у нее свободного времени, чем больше у нее свободной, так называемой, энергии, тем больше она начинает искать какой-то подвох в мужчине, начинает чересчур на него давить, начинает, возможно, оказывать какую-то гиперопеку, гиперзаботу, либо какую-то ревность. И мужчина делает вывод, что, блин, ну, это, наверное, потому, что у нее слишком много свободного времени, и она не знает, чем заняться. И поэтому ее нужно чем-то занять. Именно поэтому он может, он говорит, давай-ка ты найдешь работу, давай-ка ты начнешь бизнес, давай-ка ты чем-то увлечешься, для того, чтобы тот объем энергии и времени, который ты чересчур направляешь на мужчину, он хочет это разбавить, чтобы ты направляла на какое-то дело и на работу. И для него, может быть, даже не важно, любимая это работа или нет, главное, чтобы чем-то занималась. И яркий пример это, когда женщине не хватает мужского внимания. Она особо ничем не занимается, и она может писать мужчине, когда на работе, что ты мне не пишешь, что ты мне не звонишь, тебе что, сложно мне позвонить, тебе что, сложно мне смс-ку отправить во время работы. Да, я понимаю, что ты занят, да, я понимаю, что ты работаешь, но тебе же не сложно, тебе что, сложно? Это очень яркий пример. И это, конечно, больше касается девочек с такой, знаете, синдромом инфантильности, которые ищут в мужчине отца, отцовскую опеку, отцовскую любовь, отцовскую заботу, которую зачастую они недополучили, ту заботу, которая была в дефиците в ее детстве. Следующая причина – мужчина не ощущает твоей женской ценности. То есть он не видит женской ценности. Конфетно-букетный период прошел, то есть этап очарованности, каких-то супервысоких эмоций он прошел. Что происходит дальше? Происходит реальность, и люди уже начинают смотреть друг на друга более трезво. И если женщина не знает, что такое женская ценность, если женщина не прокачивается как женщина, не развивает свою женственность, но при этом часто женщина, которая не развивает свою женственность, она что развивает? Она развивает свое достигаторство. То есть она там работает на работе, она создает бизнес, то есть она прокачивает свою мышцу достигатора, а не женскую мышцу. Ключевое то, что держало этих двух людей, это были высокие эмоции, и они прошли. Мужчина не понимает, ну, он, понимаете, он не чувствует какой-то эйфории, он не чувствует себя мужчиной, он не видит перед собой женщину, он не чувствует каких-то эмоций, и поэтому он не понимает, а в чем ценность, да? Ну, он не то чтобы так рассуждает, но это тот внутренний диалог, который можно проанализировать с позиции третьего лица, это то, что я вам сейчас перевожу. И он думает, пусть хотя бы работает, пусть хотя бы работает, да? Он, единственную ценность, которую он видит в женщине, это то, что она может зарабатывать деньги. Он думает, ну, а почему, то есть выбирать между тем, зарабатывает она деньги или нет, так лучше пусть зарабатывает. И тогда, да, у нас нет эмоций, да, я не чувствую себя счастливым мужчиной возле нее, да, с нашими отношениями что-то не так, ну, хотя бы деньги пускай будут. Я не говорю, что это нормальное мужское мышление, я вам просто описываю возможные варианты. Кстати, поделитесь в комментариях, пожалуйста, прямо сейчас, либо, когда вы просмотрите все видео, поделитесь в комментариях, с каким вариантом вы сталкивались в своей жизни. И в варианте, когда мужчина не видит женской ценности и считает, что пускай хотя бы зарабатывает деньги, некоторые женщины, которые посмотрели мой бесплатный курс «Мужчина. Честная инструкция по применению», который идет несколько вечеров в формате вебинаров. Кстати, прямо сейчас под видео кликайте по ссылке и записывайтесь, если вы этого еще не сделали, если вы еще не смотрели этот курс, он мега полезный, и может вас уберечь от многих ошибок. И некоторые женщины трактуют бесплатный курс каким образом? Она думает, а, так мне нужно прийти к мужчине теперь и сказать ему, что, слушай, я вообще-то женщина, а ты вообще-то мужчина, и давай-ка ты будешь отвечать за финансовую часть, а я буду женщиной. И женщине кажется, я сейчас мужчине это объясню, и он такой, а, точно! И это его замотивирует быть финансово ответственным в отношениях. Так это не работает. Ключевое направление это то, как мне стать той женщиной, возле которой мужчина чувствует себя мужчиной. Женщиной, в которой мужчина видит именно женщину, не просто маму, не просто сожительницу, не просто, я не знаю, сотрудницу, не просто любовницу, не просто профессионала в какой-то сфере, а именно женщину. Видит это в смысле видит, он это видит глазами, он это чувствует на уровне каких-то эмоций, на уровне каких-то ощущений. Это похоже как раз на те эмоции, которые мужчина испытывает во время конфетно-букетного периода, да? И на это можно влиять. И, кстати, это тоже мы подробно разбираем на бесплатном курсе. Регистрируйтесь прямо сейчас. Следующая причина мужчина, у мужчины есть страх корыстных женщин. И, возможно, вы слышали такие фразы. Вот, ей нужны от меня только деньги. Или моей бывшей нужны только деньги. Или сейчас такие девушки, а особенно где-то в столицах, например, в Москве, им только деньги, они корыстные. И если вы слышите это от мужчины, знайте, что это его травма собственная. Это не значит, что реальность такова. Это значит, что он, возможно, притягивает таких женщин. А чаще даже он не притягивает, он просто про таких где-то читал в интернете. И если вы слышите это от мужчины, то он травмирован. И не пытайтесь ему доказывать, что вы не такая. Просто знайте, что даже если вы пытаетесь доказать, что вы не такая, это не значит, что это исцелит его травму. Он все равно будет провоцировать вас в дальнейшем, чтобы вы оправдывались. И, конечно же, обычно на корыстных женщин жалуются именно те мужчины, у которых этих денег в принципе и нет. В редких случаях жалуются богатые мужчины. Вот да, есть такие богатые мужчины, которые жадные по отношению к женщинам, которые боятся корыстных, но их мало среди богатых. То есть чаще мужчины, которые жалуются на это, это мужчины, скажем так, сдавшиеся. Это мужчины, у которых нет целей и движения вперед. Это те мужчины, у которых этих денег нет. Ну и при этом, если мы говорим про обеспеченных мужчин, которые жалуются на женщин, которым нужны только деньги. Обычно это те мужчины, которые выпендриваются сами деньгами, а потом еще и жалуются, что такие женщины вокруг них. Это знаете, как женщины, которые показывают свое сексуальное тело, например, в инстаграме и жалуются, что мужчинам от них нужен только секс. Ну, по-моему, логично. Ты демонстрируешь что-то, на это люди привлекаются. Ты что-то транслируешь, на это люди привлекаются. Это логично. Следующий пункт. Мужчина банально не хочет напрягаться, его все устраивает. Ну, нет у него в его жизни, в его мышлении ценности развития. Ну, не считает он, что это классно, что это нормально, что это нужно, что это хорошо развиваться, стремиться к большему и так далее. И в лучшем случае мужчина стремится к какой-то стабильности, в худшем случае он просто медленно падает вниз и каждый раз адаптируется к какой-то новой, ужасающей его реальности. И при этом, конечно же, такие мужчины любят каких женщин? Сильных, самостоятельных женщины с позицией «я сама». И как мы видим пример многих семей постсоветского пространства, таких мужчин много, и пара «я, женщина, я сама», «я та, которая не доверяет мужчинам», «я презираю мужчин», «я на мужчин смотрю сверху вниз», обычно они очень хорошо на первых этапах образовывают пару именно с таким типом мужчин. Да, это к счастью не приводит, потом женщина думает, как его вдохновить, как его поменять, мучается с ним, и только уже часть женщины уже доходит до того понимания, что оказывается, что если в моей жизни такой мужчина, наверное, я его как-то притянула, наверное, я нашла что-то в нем привлекательное, он во мне нашел что-то привлекательное, и чтобы изменить этого мужчину, в первую очередь нужно менять себя, и при этом не факт, что тот мужчина поменяется, но главное, что я поменяюсь. А дальше уже буду решать, по пути мне с этим мужчиной, либо же нет, поменяется он дальше, либо же нет. И следующая причина, которая звучит, знаете, немножко больно, и она звучит так. Она сама так хотела. Женщина сама изначально так хотела. Она сама хотела работать. Она сама хотела строить карьеру, пробивать стены лбом, строить бизнес. Да, возможно, подсознательно она хотела доказать родителям, или папе, либо маме, что она может, что она там чего-то стоит. Разные есть подсознательные причины. Но ключевое это то, что женщина сама изначально этого всего хотела. Но она-то заранее не знала, к чему это приведет. И в итоге, выбрав этот путь, а чтобы преуспевать во внешнем мире, что нужно? Нужно иметь крепкие, так сказать, стальные яйца, да, нужно иметь мужские черты характера. И она сама того не заметив, обнаруживает, что она превратилась в мужчину в отношениях. То есть она заняла позицию мужчины, а мужчина либо слился, да, то есть либо ушел от этой женщины, потому что ему невыгодно быть с жесткой женщиной, да, либо что чаще адаптировался, да, он прогнулся под нее и стал на позицию женщины. И, кстати, то, что я вижу, что в большинстве случаев вы же не выходите замуж за нищебродов. В большинстве случаев даже вот те, кто смотрит это видео, и если вы, по вашему мнению, живете со слабым мужчиной, вы задумайтесь, ведь он же не был слабым изначально. Ведь изначально у него были амбиции, у него были стремления, он что-то хотел, он что-то делал. И только в редких случаях вы изначально вышли замуж или вступили в отношения с полнейшим нищебродом, и он им продолжил быть. Нет, в большинстве случаев вначале он был нормальным, у него были движения вперед, а потом как-то что-то завяло. Как это поменять? Пожалуйста, не пытайтесь мужчине доказать, что он неправильный, да, или доказать, что он должен быть мужчиной, а вы женщина. Все должно быть вот так, посмотри это видео, или я прочитала какую-то там, например, книжку. Вот так это точно не работает. Либо то, что вы создавали годами, либо месяцами, и вы хотите поменять с помощью просмотра одного видео, либо с помощью одного разговора, так это точно не работает. Хотя хотелось бы, чтобы так работало. Поэтому ключевой вопрос, который важно себе задавать. Что мне нужно начинать делать с собой прямо сейчас и на протяжении какого времени, чтобы я поменяла себя? Понятно, перед этим нужно разобраться в причинах, как я это все создала. Те женщины, которые живут с мужчинами 50 на 50, либо за вообще, когда мужчина меньше зарабатывает, зачастую женщины, которые испытывают к мужчинам презрение, либо жалость, а чаще все вместе, они испытывают к мужчинам недоверие. У них не было примеров мужчин вообще, в их близких мужчин, которые показывали пример достойного мужчины, которому можно доверять, на которого можно положиться. И все в сумме это образовало то мышление, то поведение, которое у нее есть сейчас. При этом я тоже хочу сказать, что не нужно стремиться не работать. И да, в каких-то видео я говорил, что женщина не должна работать. Я имел в виду что? Не работать на работе, которая не нравится. Не работать на работе, которая только лишь бы ради денег. Чтобы выжить, чтобы заплатить кредит, рассрочку, либо что-то еще. Важно работать, но той работой стремиться к тому, чтобы эта работа приносила вам удовольствие, развитие и еще при этом деньги. Но и при этом, чтобы от этих денег не зависело благосостояние твое и твоего мужчины, если ты в отношениях с ним. Но если вдруг ты расстаешься с мужчиной по каким-то причинам, и у тебя нет любимого дела, которое тебе может принести доход, ну тебе будет сложнее. А так, если ты в отношениях, и в этих отношениях есть у тебя пространство для того, чтобы развиваться, развивать какое-то свое дело в удовольствие ключевое, этим нужно пользоваться. Прямо сейчас, под этим видео, я приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчины. Честная инструкция по применению». Прямо сейчас кликай по ссылке, записывайся на бесплатный курс, где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем темы. Как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Кликай по ссылке, записывайся и до встречи на вебинарах. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!